В городском ГАСКе сообщают, строительство жилого комплекса на 4-й станции Фонтана контролируется их областным подразделением. Тем временем в областном ГАСКе говорят, предшествующий разрешению на строительство документ аннулирован. Мы всего лишь аннулировали условия ограничения. Дальше город или Киев, смотря какой класс наследков, должна аннулировать им дозвил. Отсутствие градостроительных условий ограничений запрещает проектирование и, соответственно, строительство объекта. Несмотря на это, работы здесь ни на минуту не прекращаются. На территории Дарби Хауса вовсю трудится строительный кран. В то же время в сети активно распространяются объявления о продаже квартир на этом объекте. Я хотела бы узнать по поводу квартир маленьких, однокомнатных. Какие сейчас наличия есть? Есть наличие у нас квартиры 35 метров. Это квартиры студии, которые сдаются во втором квартале 2021 года. Стоимость разная. Если первый этаж, это может быть 675 акционная цена. Если чуть выше, 840 долларов квадратный метр. Мы лично пришли в отдел продажи, поинтересовались, известно ли менеджерам о том, что они незаконно продают квартиры. Сотрудница компании информацию о запрете на строительство опровергает. Сейчас областной ГАСК проводит проверку соблюдения требований градостроительного законодательства ЖК Дарби. Мэрия призывает граждан не покупать квартиры в доме литовского застройщика. Отмечу, что в 2011 году суд признал за Ханбером право собственности на объекты, расположенные по этому адресу. А в 2016 Горсовет разрешил разработку проекта землеустройства обществу Ханбер на фонтанской дороге 6. Нарина Щеглова, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер».